Здравствуйте! Давайте подведем итоги недели вместе. Я, Айнура Уразгалеева и репортеры телеканала ТДК-42 расскажут вам о том, что действительно важно, о том, как и почему развивались главные события уходящей недели. Смотрите в этом выпуске. Одна из лучших вещей в молодежи – это то, что они задают вопросы. А вот какие и кто на них отвечал, подробнее расскажем в сюжете. Хлеб всему – головная боль. Корреспонденты ТДК-42 выясняли причины подорожания хлеба. Почему не доверяют судьям и как проходит отбор на места вершителей закона. Подробнее в сюжете. Дорогу молодым. 21 век мы называем не только эпохой глобальных вызовов, но и временем молодых, энергичных и талантливых людей. В Казахстане сегодня каждый четвертый гражданин – это представитель молодого поколения. К слову, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в конце ноября 2018 года на 8-м гражданском форуме призвал усилить роль неправительственного сектора в реализации молодежной политики. Это особенно важно, так как Ельбаса объявил 2019 год годом молодежи. Все думают, сейчас год молодежи, поэтому все блага мешками будут розданы молодежи. Не в этом суть. В приоритете участие молодежи во всех делах нашего государства, во всех инициативах и во всех программах. Таким образом, для более удобной реализации идеи программ по стране создаются каворкинг-центры. Каворкинг в широком смысле – это подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. В одном из таких центров Бастау заместитель главы правительства Бердебек Сапарбаев в ходе рабочего визита в Западноказахстанскую область провел встречу с инициативной молодежью области. Вице-премьеру презентовали проекты, которые реализуются в рамках Года молодежи, о которых подробнее расскажут мои коллеги. Каворкинг-центр Бастау расположен во дворце школьников. Площадка специально создана для обсуждения инициатив молодых западноказахстанцев. Специалисты управления по вопросам молодежной политики презентовали Бердебеку Сапарбаеву информационный портал и рассказали о новых проектах. Такие вот проекты, например, «Доступный спорт» у нас в рамках этого проекта в течение трех лет построили 130 площадок. Часть из них построена предпринимателем за свой счет. Я думаю, это хороший пример, который можно транслировать на всю республику и показать пилотно, что в Западноказахстанской области такой уже проект успешно реализован, и мы его можем применять и в других регионах. Свою историю успеха заместителю председателя правительства рассказала Рушан Сапашева. Мать троих детей закончила университет Шотландии по программе «Балашак». Устроилась в нефтегазовую компанию, а в декрете открыла прибыльный бизнес. Работаю инженером-нефтяником по бурению нефтяных и газовых скважин, а также параллельно веду бизнес, который заключается в рамке четырех салонов, которые я открыла в течение полугода. Программа «Балашак» мне помогла в бизнесе, так как я обучалась именно нефтегазовому делу, кроме специализированных предметов. Нас обучали также в управлении проектом, и это на самом деле было огромным плюсом в ведении бизнеса. Бердибек Сапарбаев отметил, что сейчас молодым открыты все дороги. Нужно активнее участвовать в реализации государственных программ. Поступил на какое-нибудь учебное заведение, ты уже сразу должен думать, где ты будешь работать, где ты будешь проходить практику. Если там, где ты будешь проходить практику, себе покажешь, они все удовольствие возьмут. Сейчас девизит кадры, хороших кадров нет, особенно вот по таким специальностям. А такие кадры, которые не имеют образования, они никому не нужны, их не возьмут. Им предлагают работу, вот 50-60 тысяч идей, а он говорит, нет, я не пойду. В завершение встречи вице-премьер пожелал молодежи развиваться и добиваться поставленных целей. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. С рабочим визитом в Уральск приехал и министр здравоохранения Казахстана Ельжан Бертанов. Глава Минздрава посетил ряд медицинских учреждений Западной Казахстанской области и встретился с руководителями медицинских организаций. Глава ведомства посетил медико-спасательный пункт на трассе в Чупаево. Данный объект является очень важной и порой жизненно необходимой точкой для спасения людей, пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Ведь, как мы знаем, трасса Уральска-Трау является оживленной и одной из самых опасных трасс страны. В ходе проверки Бертанов лично ознакомился с техническим оснащением и даже остался чем-то недоволен. Также министр сделал небольшое разъяснение о предстоящем медицинском страховании, которое начнет свою работу уже с нового года. 95% населения будет охвачено социальным страхованием с учетом того, что 59% населения льготной категории будут охвачены госстрахованием. Две трети расходов населения сейчас тратится на получение тех медицинских услуг, которые ранее были гарантированы. Это базовые медуслуги, диагностика и лекарства, а также на те услуги, которые находятся вне гарантированной бесплатной медпомощи. Это стоматология и косметология. Темп роста стоимости медуслуг не соответствует финансированию, даже наоборот. На сегодня расходы здравоохранения составляют 52,5 тысячи тенге на одного человека. В условиях внедрения страхования финансирование в расчете на душу населения возрастут до 92,5 тысячи тенге. Об этом и многом другом подробнее расскажет Марина Горбук. В Акжаикском районе Западно-Казахстанской области министр здравоохранения Ельжан Бертанов посетил медико-спасательный пункт на трассе Чапаева, который находится в 125 километрах от Уральска. Радиус его обслуживания составляет 50 километров. В основном сюда поступают люди после дорожно-транспортных происшествий. Помимо медицинского, в распоряжении специалистов аварийно-спасательное оборудование. Министру доложили о работе спасательного пункта. В этом году было 39 дорожно-транспортных происшествий. Ребята ночью съездили, было столкновение Шарана и КамАЗа. Одним пострадавшим было. Работают в круглосуточном режиме, в вахтовым местом по 15 дней. Основная задача – это довести с наименьшими потерями, довести до ближайшего стационара. Ельжан Бертанов проверил наличие лекарственных препаратов, необходимых для оказания экстренной помощи больным. При осмотре специального транспорта для перевозки пострадавших министр здравоохранения остался недоволен состоянием техники. Глава Минздрава не смог включить дыхательный аппарат. Не дыхал или должен так? По итогам осмотра медико-спасательного пункта Ельжан Бертанов решил рассмотреть вопрос о переводе этого учреждения из ведомства ЧАЭС в сферу здравоохранения. Это важный объект. Здесь спасают жизнь людей. Такие объекты нужны, но мы дублируем друг друга. При авариях, скажем, выезжают и бригады ЧАЭС, и сотрудники скорой медицинской помощи. При этом в других учреждениях нам не хватает медиков. Посещая Акжаикскую районную больницу, министр проверил работу электронных программ и дал срок медикам до декабря исправить все недочеты в системе записи на прием и оказание помощи пациентам. Посетил министр и многопрофильную детскую больницу, где ознакомился с наличием оборудования. Здесь Ельжан Бертанов встретился с руководителями медицинских организаций области и подробно разъяснил систему работы программы обязательного медицинского страхования, которое вступит в законную силу с 1 января 2020 года. До 1 апреля, первые три месяца 2020 года, все граждане, даже не застрахованные, будут считаться застрахованы. Потому что это право три месяца мы можем требовать только с апреля. Ну, допустим, в январе мы не можем всего требовать, чтобы предыдущие три месяца было. Правильно? В ноябре, декабре не обязаны. Поэтому по закону январь, февраль, март все 100% населения будет получать и ГУБМП, и ОСМС. Но вы должны будете говорить, потому что системе будет показывать, что он не застрахован. Вот за эти три месяца надо еще проводить, что сейчас вы это получаете. Но очень важно, что вы... Мы видим, что вы не застрахованы, вы не оплатили. Очень важно, что вы оплатили. Тогда апрель-ден Аргарай будете нормально это получать. Государственный объем бесплатной медицинской помощи останется. При этом пакет остальных медицинских услуг пациент сможет получить только 100 участников системы обязательного медицинского страхования, заявил министр здравоохранения. Марина Горбук, Нурлан Кумашев, Рустан Жумашев, ТДК 42. В Казахстане подорожает хлеб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Умаров на брифинге в правительстве. Будет ли цена зависеть от урожайности? Однозначно да. Низкий урожай скажется на цене. Показатели в два раза ниже прошлогодних. Виной всему стала аномальная жара, которая держалась в зерносеющих регионах более месяца. Чтобы оправдать свои затраты и не остаться в убытке, фермеры вынуждены продавать пшеницу по высокой стоимости. Соответственно, вслед за ними последуют и владельцы хлебопекарных предприятий. По словам Умарова, государство закупает зерно и муку в стабилизационные фонды для недопущения резкого взлета цен. Уборочная кампания уже почти завершена. А председатель Национального банка Ербулат Дусаев на заседании правительства указал на рост цен на продовольственные товары. По его словам, мясо и хлеб уже подорожали. Они, по его словам, вносят наибольший вклад в инфляцию. Цены на мясо выросли на 13%, на хлебобулочные изделия и крупы на 12%. Вот почему только социально значимые товары дорожают? К примеру, лук цена за год поднялась почти на 80%, на 60% возросла стоимость моркови, а картофель вырос в цене почти на 33%. Список недешевых продуктов можно продолжать долго. Но об этом подробнее в сюжете. Дешевый хлеб уйдет в прошлое. Самый ходовой продукт может подорожать. Сегодня чиновники заявили, что для этого есть ряд объективных причин. Одна из них – повышение стоимости зерна. Следом, по понятным причинам, дорожает мука. Конечно, цена на хлеб резко не повысится, но колебания будут. Если для потребителей эта новость едва ли не трагедия, то для сельхозпроизводителей, напротив, настоящий праздник. Ведь в условиях сдерживания цен бизнесмены уменьшали вес буханки и не следили за качеством хлеба. Повышение будет. Повышение будет. Повышение будет незначительное. Для того, чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы сейчас занимаемся с проткорпорацией, закупом зерна, именно стабилизационный фонд проткорпораций. С популярностью хлеба в Казахстане, да и, наверное, в любой другой стране, мало какой из продуктов может соперничать. Впрочем, казахстанцев повышением стоимости хлеба уже не удивить. Год он дорожает не реже двух раз. Ценники в магазинах переписывают, как правило, весной и осенью. Чиновники уверяют, делают все возможное, но сдержать стоимость все равно не получается. Но насколько конкретно подорожает продукт номер один. Сейчас цена на хлеб в районе 75-78, в зависимости от региона. Я предполагаю, что незначительное поднятие это где-то в районе 80-82. Пекари же жалуются, что сейчас работают себе в убыток. И незначительный рост на несколько тенге все равно не спасет их предприятие. На повышение стоимости влияют несколько факторов. Топливо, электричество, ну и сама мука. А вся эта троица, как мы видим, постоянно дорожает. Боржанжи Ахмед Ахмедяр Ильязов, столичное бюро ТДК-42. Почти 8 миллиардов тенге долгов по налогам выплатили казахстанцы в рамках амнистии. Уже списано пенем многим физическим лицам, а их 334 127 человек. Которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 7,9 миллиарда. И списано пеня на 1,64 миллиарда. Наибольшее количество физических лиц, погасивших долги по налогам, это алматинцы. За ними следуют жители Октюбинской и Кустанайской областей. И между тем, глава Минфина отметил, что база по налогам выправляется. А в январе было много нареканий по ошибочным сведениям по налогам на транспорт, имущество и так далее. Сейчас ошибка исправлена, сказал Смаилов. Мы за текущий год интегрировали информационные системы Министерства финансов, Комитета госдоходов. С информационными системами Министерства юстиции, а именно в государственной базе данных физические лица, юридические лица, земельным регистром, регистром недвижимости и базой данных автотранспортных средств Министерства внутренних дел. Мы за этот период более 5 миллионов ошибочных сведений не скорректировали. И сейчас уже поступает с сентября месяца пуш-уведомления всем клиентам о наличии задолженности по местным налогам, которые могут тут же сразу нажатием кнопки «уплатить» без указания каких-либо реквизитов, сразу направить все эти суммы в доход бюджета по налогам. Хлеб всему голова – это старое выражение, которое имеет свой смысл. Для большинства современных людей хлеб – это важный продукт питания, цена на который ощутимо повысилась буквально за пару дней. И не только в нашем регионе, но и вся республика увидела новые ценники в магазинах. Например, алматинские предприниматели и владельцы пекарен посетовали на то, что дефицит зерна и подорожание муки уже присутствует. Одна из причин в том, что летом была аномальная жара, и урожай оказался ниже ожидаемого. Очереди на пшеницу большие у поставщиков, а решить проблему бизнесмены просят местные власти. Большая часть зерна с юга пошла на экспорт, а пока зерно из северных областей доедет, по дороге успевает вырасти в цене. А ведь на днях министр сельского хозяйства предупреждал – хлеб подорожает. Чтобы не допустить резкого повышения цен, Минсельхоз с проткорпорацией закупает хлеб у стабилизационного фонда. Проблема высоких ценников не только наша прерогатива, и по всей планете дорожают хлебобулочные изделия и другие продукты питания. Мировой запас хлеба уже использован частично из-за дефицита зерна. По данным Организации Объединенных Наций, в текущем году урожай зерна не удовлетворяет спрос, а угрозы голода пока нет. Но запасы, созданные для таких случаев, могут сильно сократиться. Летняя засуха сказалась на очень многих. Зато лекарства для детей до 18 лет станут бесплатными со следующего года. Но только те, что выписал врач. Между тем, почти 215 миллиардов тенге перечислили казахстанцы в фонд медицинского страхования. Сейчас за них платят работы датели, а с января следующего года по 1% от зарплаты будут отчислять сами работники. За 15 льготных категорий заплатят государство – это пенсионеры, инвалиды, безработные и другие. После внедрения ОСМС казахстанцам станут доступнее узкие специалисты. На эти услуги будут выделять в 5 раз больше денег. Объем средств вырастет с 27 миллиардов до 148. Казахстанцы в будущем смогут получить скидку за отдых на Лаколе, в Боровом или других популярных туристских направлениях республики. Такие поправки предусматривают в законе о туризме, который сейчас находится на обсуждении в парламенте. Речь идет о том, что работающий казахстанец, отдохнув, скажем, в пансионате на Лаколе, сможет подать заявку на налоговый вычет. Это значит, что государство вернет ему 10% от потраченных денег. То есть, собрав все чеки, можно получить обратно до 25 250 тенге. И для этого на отдых надо потратить 252 500 тенге. Это для примера. А если вы потратите меньше денег на отдых, то скидка тоже будет меньше. Если больше, то размер скидки ограничится 25 250 тенге. Также в Казахстане может появиться субсидирование перелетов по принципу «Kids go free» по схеме 1 плюс 2. То есть, один родитель, двое детей во время школьных каникул. Дети бесплатно смогут летать на самолетах по всему Казахстану. Таким был короткий и насыщенный финансовый обзор минувших 7 дней. До встречи в следующем выпуске. Аким Атраусской области Нурлан Угаев прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре и попросил дождаться официальных результатов расследования. Напомним, глава Атраусского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный. Тогда как фактически он еще был жив. Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи при наличии возможности вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильнюю камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы. Как показывает статистика, около 80% новорожденных, попавших в реанимацию, составляют недоношенные и новорожденные с очень низкой массой тела. заявил Могаев. А между тем, в Казахстан занял второе место в ЕС по уровню смертности детей. Младенческая смертность не демонстрирует значимого сокращения и находится последние пять лет практически на одном уровне, около 1% от общего числа малышей. Учитывая, что за последние годы рождаемость не показывает роста, младенческая смертность даже в 1% значительно влияет на демографический потенциал страны. Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Ельжан Бертанов в кулуарах правительства рассказал, что в год в Казахстане регистрируется 2500 случаев младенческой смертности. Наивысший уровень регистрируется в Туркестанской, Казалардинской, Алматинской областях. В этих регионах младенческая смертность выше в два раза, чем от Траусской области, сказал Бертанов. Однако, как заверил глава Траусской области Нурлан Нугаев, что вопрос родовспоможения и детской смертности находится в приоритете. И по сравнению с прошлым годом наблюдается спад смертельных исходов. Безутешные мамы требуют проверить роддом. Женщина уверяет, в медучреждении один за другим гибнут новорожденные. При этом всем ставят одинаковые диагнозы. Мама, потерявшая детей, подозревает, что малыши могли погибнуть из-за некомпетентных действий врачей. Ведь женщины покинули областной перинатальный центр не с долгожданными малышами, а со свидетельствами об их смерти. Счастливые ожидания прибавления в семействе и благополучные роды, к несчастью, каждая из них закончилась трагедией. Это в основном 80% погибших ребенков – это недоношенные дети. И не вдаваясь в более детализацию этого вопроса, я хочу сказать, что вопрос родовспоможения, детской смертности, материнской смертности, он всегда – это приоритет нашей задачи, как правительства, так и Акиматов. Теперь несколько отравских женщин намерены обращаться во все инстанции, чтобы выяснить настоящие причины гибели их новорожденных детей. Ведь женщины, беременность и роды которых прошли нормально, теряют детей с одинаковыми диагнозами. Пострадавшие уверяют, что сами стали свидетелями гибели нескольких детей после переливания крови или плазмы за последние несколько месяцев. Всем женщинам говорят один диагноз – внутриутробная инфекция. И в этом отношении делается определенная работа. Вы можете посмотреть до августа показатели. Они по сравнению с прошлым годом значительно идут на спад. Но в августе по каким-то причинам, это сейчас выясняет следствие, она резко возросла. В августе 26, сентябре 17. Медики же считают необоснованными обвинения в свой адрес. В больнице заявили, что чрезвычайных ситуаций у них не происходило, жалоб не поступало, к тому же у пациенток нет никаких доказательств. Ранее министр здравоохранения Ельджам Бартанов предложил освободить от должности руководителя управления здравоохранения. Сама чиновница тоже написала заявление. Мало того, 31 сотрудник роддома АТРАУ написали заявление на увольнение. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. А сейчас время подошло к обзору криминальных новостей, о которых вам расскажет мой коллега Сергей Уланов. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Айнура. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Расскажи, пожалуйста, Сергей, чем запомнилась нам уходящая неделя? На этой неделе появилась новость, что полицейским удалось раскрыть по горячим следам шесть уголовных преступлений на территории сел Круглозерное и Серебряково. Эти нарушения были выявлены в ходе оперативно-профилактического мероприятия участок, который проводится на территории всей страны. Да и интересно, какие же обстоятельства? В основном, как говорят полицейские, совершаются кражи и теми людьми, которые являются безработными и находятся в состоянии алкогольного опьянения. Действительно, ОПМ помогают полиции вовремя и предупреждать эти преступления. Да, совершенно верно. Они как раз и признаны стабилизировать оперативную обстановку в регионе. Но это у меня не все. О других происшествиях я расскажу в криминальной хронике. В Уральске 30-летний мужчина зарезал своего друга. Убийцы вынесли приговор. Напомним, трагедия произошла 4 июля этого года в пригородном поселке Оскен. Подсудимый Мукашев распивал спиртное со своим другом детства Кубинкуловым. В ходе застолья возник спор, который перерос в драку. Она продолжилась на улице. Мукашев ушел к себе домой и вернулся обратно с ножом. Потерпевший увидел холодное оружие в руках Мукашева и начал убегать. Подсудимый догнал потерпевшего и нанес удар ножом в сердце. Мукашев признал свою вину. При вынесении приговора суть учел раскаяния подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка. Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан убийство. Ему назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Обгоревший труп обнаружили после пожара в частном доме в Уральске. Пожар произошел в поселке Зачиганск рано утром 12 октября. Горел частный жилой дом по улице 3-я линейная на площади 100 квадратных метров. Во время тушения пожара сотрудниками противопожарной службы был обнаружен обгоревший труп, личность которого устанавливается. В тушении пожара было задействовано 16 сотрудников личного состава и 4 единицы техники. Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, в доме постоянно находились люди, ведущие асоциальный образ жизни. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. По данным материала назначены ряд экспертиз для установления причины пожара и причины смерти. В Западно-Казахстанской области за первые 14 дней октября в ДТП погибло 14 человек и 17 получили различные ранения. Об этом сообщили в департаменте полиции. Страшные цифры статистики вызывают беспокойство полицейских. С начала года в области произошло 226 дорожно-транспортных происшествий, в которых 78 человек погибли и 294 получили ранения различной степени тяжести. Половина всех аварий происходит в областном центре. Очень часто причиной аварии становится нарушение скоростного режима, правил маневрирования, а также нередко виноваты пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенных местах. И уже в этом году в Уральске должны появиться дополнительные интеллектуальные перекрестки и скоростемеры. В этом году будем устанавливать 40 скоростомеров и 14 интеллектуальных перекрестков, дополнительные, которые у нас существуют, 5 скоростомеров и 3 интеллектуальных еще дополнительных, будем устанавливать по городу Уральск. Одна из страшных аварий произошла 17 октября около 3 часов ночи на пересечении улиц Сарамодатова и Гагарина. Легковушка врезалась в полицейский эвакуатор. В результате аварии погиб иностранец. В полиции уточнили, что авто Деонексия, за рулем которого находился гражданин Узбекистана, врезалась в полицейский эвакуатор, который работал на месте ДТП, где столкнулись две легковушки. 50-летний водитель Деонексия в машине находился один и скончался до приезда скорой помощи. В результате ДТП сам водитель, гражданин республики Узбекистана, полученный травм, скончался на месте. Начато досудебное расследование, назначено соответствующей судебно-медицинской автотехнической экспертизой. В Западно-Казахстанской области участились факты мошеннических действий и угонов авто. В общем, криминогенную обстановку в регионе сотрудники полиции оценили как стабильную. За 9 месяцев этого года полицейские области зарегистрировали более 7 тысяч уголовных правонарушений. Это на 11% меньше, чем в прошлом году. Снизилось число убийств, изнасилований, хулиганств и краж. Но вместе с этим наблюдается рост мошеннических действий. В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который занимается ломкой купюр. Имеется на сегодняшний момент три факта. Это на заправочной станции в обменном пункте. Он предоставляет 20-тысячные купюры, передает их. Наш потерпевший обменник заправочной станции начинает выполнять услуги, которые он попросил. Это разменивать деньги. В ходе этого ему это не нравится. Купюры ему нужны или меньше, или побольше. И он просит назад вернуть эти деньги. В ходе, когда он ворачивает, он легкой, как говорится, ловкостью рук, используя ловкость рук, ломает денежную купюру. И при этом, кажется, зрительный кажется, что все купюры были возвращены. Но, однако, в руке его остается половина, ровно половина, где-то больше суммы, которая ранее была переведена. Уважаемые телезрители, на этом криминальная хроника подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Количество жалоб на судей увеличилось в Казахстане. Видимо, поэтому отсеиваются 96% кандидатов в судьи. Подход довольно жесткий, но планку снижать уже нельзя. Об этом стало известно на международном круглом столе в столице, просвещенной судебной системе. При этом сейчас есть 134 вакансии только в Верховном суде. Не хватает четверти состава. Причины разные. Многие не выдерживают жестких требований, очень высокую нагрузку. Искусство судьи заключается в том, чтобы склонить обе стороны к истине, которая в этом деле одна. Когда судья своей мудростью снимает накал, и люди, в конце концов, мирятся. Мы считаем, что это высшая степень опытности судьи, сказал Тулеш Каудыров на международном круглом столе при перспективе кадровой политики в судебной системе. В руках судьи правосудие. И эта ноша нелегка. Создание законов – это только вершина айсберга. Более серьезный процесс – это правоприменение. Самый прекрасный закон не принесет пользу, если он не будет правильно применяться, уверены юристы. Судьи должны вершить правосудие только руководствуясь законом и своей совестью. Необходимо обеспечить независимость судей от влияния председателей судов, говорят эксперты. Я считаю, что вообще этот вопрос очень спорный. С одной стороны, может быть, даже и некорректный. Я бы не согласился с вами, я бы сказал, что судьи в настоящее время независимы. У нас достаточно гарантий независимости. Это прописано у нас и в основном нашем базовом законе Конституции, в конституционном законе о судебной системе. А зачем только прием в ПЦА создали еще один суд для инвесторов? Ну, это отдельное судопроизводство, оно, вы правильно заметили, оно не относится к судебной системе. Это суд, который разрешает споры между инвесторами. Помните стихи, да, что жил современник Галилея, да? Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Поняли меня, да? Понял. То есть, если ты хочешь быть честным, так ты будь честным. Ну вот вы сейчас сказали про семью, то есть вы признаете, что зависимость есть? Он боится потерять кресло. Что поделаешь. Вспомните классиков марксизма, ленинизма. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Одной из острейших проблем современного общества является недоверие граждан и бизнес-сообщества к местной судебной системе. При этом качество законов, особенно базовых, а не принимаемых сиюминутно, весьма высокое. Проблема в том, что в Казахстане количество жалоб на судей увеличилось. Об этом говорят сами суди. Но почему так происходит? Ну, как бы, отвечая на данный вопрос, вы уже сами в своем вопросе, так скажем, может быть, ответили на него, что, безусловно, это связано с низким качеством предварительной следствии, и, соответственно, и, может быть, даже и в дальнейшем непрофессионализмом или неопытностью наших судей, которые, может быть, поверхностно подходят к рассмотрению дела. Я не исключаю, что есть, возможно, такие случаи, но я думаю, что это единичный случай. И, говоря об этих единичных случаях, упоминая, говорить о том, что это вся судебная система у нас плохо работает, я бы тоже так бы не согласился. Многие люди просто не знают силы договора, силы возможности примирения. Например, я сам цивилист, то есть специалист по гражданскому праву. Мое глубокое убеждение, что 99,9% любых конфликтов могут быть решены примирением сторон. У нас, получается, медиация вообще не развита? Медиация у нас развивается, ей продается огромное значение, но еще пока время ее применения небольшое. Чем плохо суд, когда вынесено решение, одна сторона недовольна на 100%. Все, она выходит, что она говорит? Она говорит, спасибо судье, вот очень маловероятно. Согласно статистике, в нынешнем году 34 судьи получили рекомендации об освобождении от занимаемых должностей по различным основаниям. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Произошла еще одна крупная утечка данных казахстанцев. По данным службы реагирования на компьютерные инциденты в Казахстане, произошли уже две крупные утечки данных граждан. В незащищенном доступе оказалась медицинская информация сотен тысяч пациентов сети клиник Дамумед. Это приложение, с помощью которого пациенты могут записаться на прием к врачу или вызвать его на дом. Как отмечает пресс-служба информация, об утечке данных сотен тысяч пациентов поступило в ЦАРК анонимно. По данным ЦЕРТ, виной утечки стала элементарная ошибка – неавторизованный доступ к медицинским документам организации. И снова ситуация экстраординарная, и снова требуется в срочное вмешательство государства и аудит всех информсистем страны. В службе также напомнили, что согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения в Казахстане, не допускаются без разрешения пациентов сбор и обработка персональных данных для формирования электронных информационных ресурсов. Кроме того, согласно Кодексу, не допускается подключение электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные пациентов, к сетям телекоммуникаций. Напомним ранее, летом этого года специалисты Центра анализа и расследования кибератака обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 миллионов человек, а это все совершеннолетнее население страны находилось в общем доступе интернете. Любой желающий мог свободно получить доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально. Кто же виноват в утечке на этот раз? Об этом мы спросили Минздрав на брифинге в СЦК. Уже произошли два инцидента в стране с масштабными утечками данных казахстанцев за неполные две недели. Точный период нахождения информации в общем доступе пока неизвестен, однако все ее содержимое уже успело проиндексироваться поисковыми системами Google и Яндекс. Ранее сообщалось о крупнейшей утечке личных данных казахстанцев. Эту утечку назвали крупнейшей за всю историю цифрового Казахстана. База с полной информацией 11 миллионов человек, а это почти все совершеннолетние граждане страны, находилась в общем доступе. Найти ее мог любой желающий. На запрос по имени и фамилии выходили и домашний адрес, и даже паспортные данные. Кто и как потерял в сети такой инфоклад, никто не знает. Или говорят, что не знают. На данный момент эти 11 миллионов, я не буду говорить откуда утекли, но это не СМИ здраво. И прошу информацию проверить перед тем, как заявлять. Во-вторых, для Акипократа такого и нет. Все на него ссылаются, но у него нет. У нас есть закон, кодекс о здоровье, там есть статья о врачебной тайне, которая регулируется в законном поле. Зачем ссылаться на грядку Акипократа, когда есть закон? И законные требования, извините меня, законные требования, мы все обязаны закон соблюдать. Но не успело киберпространство страны оправиться, как еще один промах. На этот раз пострадали пациенты казахстанских клиник. Скриншоты с результатами анализов буквально разлетелись по сети. Сбой дала система Дому Мед. Скачать злоумышленники успели 12 лабораторных исследований, 7 из них опубликовали в Фейсбук. Казалось бы, что эти 7 по сравнению с 11 миллионами. Но разве было бы приятно лично вам, если бы интимные подробности в вашей личной жизни стали известны любому желающему? Круг лиц, которые могут воспользоваться обычными цифрами в удостоверении, достаточно широк. От мелких мошенников до зарубежных спецслужб. Правоохранительные органы ведут расследования. Эксперты же уверены, что утечка данных произошла явно не от частной компании. Искать виновных нужно в госорганах. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В реке Урал зафиксирован самый низкий уровень воды за последние 50 лет. Седовласый Урал протекает по территории России и Казахстана. Впадает в Каспийское море. Является третьей по протяженности рекой Европы. Уступает по этому показателю только Волге и Дунаю. Вместе с этим в одной из самых больших рек Европы уменьшается количество рыбы. И происходит заиливание дна реки. Бассейн водоема на 90% зависит от зимних запасов снега, уровня увлажнения почвы и развития паводковой ситуации весной. Этой зимой было много снега, но поскольку осенью почва была увлажнена мало, а весна была ранней, снег медленно растаял и ушел в землю. Весной 2019 года подъема воды в Урале практически не было. Понятно, что проблему необходимо решать на межправительственном уровне между Россией и Казахстаном. Заседание комиссии по согласованию сброса воды с водохранилища ее не решают. Это уже экологическое бедствие и катастрофа. Спасать надо Урал, иначе это будет беда планетарного масштаба. В течение всего лета жители области наблюдали, как появлялось все больше мест за росшим руслом реки Урал. Обмеление Урала неизбежно вызовет цепь экологических, экономических и социальных бед с необратимыми последствиями. Если ситуация не изменится, то экологической катастрофы не избежать. Подробнее о нынешнем состоянии реки наши корреспонденты. Ежегодно в реку Урал в среднем поступало 11 миллиардов кубометров воды. Но в текущем году этот показатель снизился в два раза. По февральским данным, в главную реку региона поступило 5 миллиардов 300 миллионов кубометров воды. Об этом нам сообщили в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования Западно-Казахстанской области. В Западно-Казахстанской области есть несколько предприятий, которые производят забор воды. Это ТО «Баты Сорнасы», «Жаек Теплоэнерго» и «Кассушар». Мы, в свою очередь, предупредили эти предприятия, а также сельскохозяйственников, что в текущем воду на реке Урал наблюдается низкий уровень воды. Общая длина реки Урал составляет 2428 километров. На территории Республики Казахстан ее протяженность составляет 1084 километра. Русло Урала проходит по территории Западно-Казахстанской области и Атыраусской области. Река Урал в нашем регионе считается главной водной артерией, так как от нее зависит развитие животноводства и растеневодства. Но если каждый год уровень воды поднимался примерно до 540 сантиметров, то в этом году всего до 240 сантиметров. В настоящее время на реке Урал наблюдаются проблемы с уровнем воды. Мы надеемся, что в следующем году все нормализуется и уровень воды поднимется. Стоит отметить, что сейчас в секунду по реке Урал проходит 10-15 кубометров воды. При этом для улучшения ситуации необходимо 100 кубометров воды в секунду. Состояние трансграничной реки беспокоит специалистов не только Казахстана, но и коллег из России. При этом регулярно проводятся масштабные мероприятия по обсуждению проблем водной артерии. Но пока не найдены пути решения предотвращения экологической катастрофы, которая может пагубно сказаться на всем животном мире. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели репортеры ТДК-42. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. А я желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин